Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел открыть около 5000 новогодних яиц. Как видите, у меня на балансе есть 4 миллиарда печенек. Кому интересно, нафармил я их где-то за часов 7-8. В принципе, довольно быстро. Также хотел бы показать вам победителя с прошлого видеоролика. Напомню то, что в конкурсе участвовал вот такой питомец. И нужно было поставить лайк на видео и написать комментарий со своим ником. Победителя сейчас вы можете увидеть на экране. Поздравляю! Напиши мне в личные сообщения в Дискорде. Либо же я тебе кину заявку, друзья. Прими её и я тебе отдам этого питомца. И также хотел объявить о начале нового конкурса на вот такого Санта Павс. Для этого вам нужно поставить лайк на этот видеоролик и написать в комментарии свой ник. Чем больше комментариев, тем больше шанс будет его выиграть. Так, а давайте сейчас приступим к открытию наших яиц. Тпхаемся в ивентовскую локацию. Значит, юзаем бусты. Так, всё отлично. Как видите, бустов у меня довольно много. В принципе, я думаю, до бесконечности, там, обновлений, там, 100 где-то, может быть, даже больше хватит. В принципе, неплохо. Ладно. В принципе, не суть. Я думаю, все готовы. Давайте я сейчас пару яиц открою на видео. И после этого запись остановлю. И вне записи открою до конца баланса на все печеньки. Будем, естественно, надеяться на Хьюдж Кэта. Конечно, шанс маленький, но вдруг повезёт. Значит, смотрите, если что, у меня куплена удача. То есть, две удачи. Вот это вот обычные лаки и мифическая. Также у меня бусты на обычную удачу и на мифическую. Шансы, естественно, это прибавляет, но разницы особо большой нету. То есть, как был шанс маленький выбить этого Хьюдж Кэта, так он, в принципе, и остаётся. Ну, пока что падают, в принципе, такие себе питомцы. Даже мифика не выпала. Как видите, удача особо сильно не помогает. Всё-таки просто тут как повезёт. Будете везунчиком вы или нет. В общем, я уже открыл где-то яиц около 10 тысяч. Сейчас уже будет 15. Вот, ну, естественно, будем надеяться на вот этого Хьюдж Кэта нового. Если, конечно, он выпадет, но это будет жёстко. Сами понимаете. Так, ладно, давайте ещё три яйца откроем. Посмотрим, что выпадет. Будем надеяться хотя бы на мифик. И посмотрим, что мне выпадет в конце. Подведём итоги. Покажу, какие у меня питомцы появились. Так, отлично. Как видите, мифический питомец выпал. Всё чётко. Хотя бы один, но уже есть. Отлично. Так, и давайте сейчас покажу своих питомцев, которые у меня сейчас на данный момент. Так, давайте одену самых сильных. Значит, смотрите, вот такие у меня питомцы. В принципе, такие обычные, как у всех. Вот, я думаю, вы запомнили. Значит, сейчас буквально для вас пройдёт секунда. Для меня это где-то несколько часов. Вот, ну, естественно, будем надеяться на Хьюч Кэта. Ну что же, поехали. Ну что же, давайте подведём итоги. Напомню то, что я примерно открыл около 5000 яиц на 4 миллиарда печенья. Теперь вопрос к вам. Как вы думаете, выпал мне Хьюч Кэт или нет? Правильно, конечно же нет. Я, конечно, не понимаю, как другие его выбивают. И какой у него в итоге настоящий шанс. Но, насколько я знаю, в основном он падает тем, кто открывает на маленькое количество печенья. Конечно, не знаю, как это работает, но в основном падает тем, кто открывает на маленькое количество. Итак, значит, вот такие питомцы мне выпали. 4 РБ Санты. Довольно много вот таких драконов. И тоже довольно немало вот таких Сильверстаг. В принципе, довольно много мификов выпало. Как видите, почти 4 строчки полных мификов новых, которые мне выпали. Ну, хотя бы мифики уже радуют. Также довольно много легендарных вот таких волков и вот таких оленей. Кстати, Фьюз я показывал, как вот из таких оленей можно сделать 100% шанс выпадения вот такого волка. Можете, в принципе, посмотреть. Там довольно просто. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, была Избан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok